Коллеги, добрый день. Начинаем без конференции представители общественной организации «Святоми». Наши спикеры расскажут о проведении социологического вопроса среди студентов, коррупции в сфере образования, методах коллег-инскороза и в планах организации «Святоми». Наши спикеры Валериан Натальево-Корлец, руководители организации «Святоми» в «Хайгале» и Марина Янгуленко, пресс-секретарь организации «Святоми». Добрый день. Пожалуйста, вам вспомни. Здравствуйте. На данный момент коррупция остается одной из самых актуальных тем и проблем современности нынешней. В Украине проявление коррупции все сильнее вытесняет правы и абсолютно этические нормы. Одной из самых актуальных проблем на данный момент является непосредственно коррупция в сфере образования. Также мы знаем о том, что эффективное противодействие коррупции невозможно без глубокого научного обоснования анализа причин ее появления. К таким факторам, которые способствуют появлению коррупции, можно отнести политические. Это такие, как несовершенство правовых реформ, экономические криминализации и тенизация самой экономики, организационно-управленческие – это несовершенная система организации власти, также правовые, бессистемная и необоснованная смена законодательства, также идеологические и морально-психологические. Также существует ряд других факторов, которые способствуют ее появлению. Сфера высшего образования Украины на данный момент всецело увязла полностью в коррупции. По данным соцопроса, проведенного в декабре Фонда демократической инициативы, со случаем коррупции в вузах непосредственно сталкивались 34% украинских студентов. Еще 26% слышали об этом от других. Совсем не сталкивались с явлением коррупции в вузах 40% студентов. Лично давали взятки за последний год 21% студентов. При этом 12,5% отметили, что давали как обычно, и 7% несколько меньше. 1% больше, а 14% студентов вообще отказались отвечать на данный вопрос. Наша организация уже проводила ранее соцопросы, по данным которым, сфера образования в Харькове является, по мнению граждан, одной из наиболее коррумпированных сфер. И мы решили провести в этом месяце свой соцопрос непосредственно среди студентов. И тема, которая была коррупцией в сфере образования и методы борьбы с ней. Знают ли студенты, как бороться с коррупцией в своих вузах? Определенные ответы мы покажем вам в нашем видеоотчете. Продолжение следует... Моя личная мнение, что да, наверное, если там помогает, то что-то, какие-то деньги, наверное, это плохо. Возможно, и есть, но я с ней лично не сталкивался. Но другой диагноз, как с ней бороться, я считаю, что нужно дать хорошую зарплату преподавателям и создать такие условия, что если будет выявлен факт о коррупции, человек будет на липосах. То есть он будет дорожить своим местом и не будет враг взяток. Значит, сделать так, чтобы и студенты не хотели давать взяток, чтобы на памятник не учились. Ну что, если бы я не должен быть с собой вчера? Да. То есть нет спроса, нет предложения. Ну, на самом деле, в первую очередь, студенты должны знать свои права. Ты не все помни. Много кто выделил сначала стипенки, потом они резко упадут стипенки, и, конечно же, они где-то платят, чтобы понять свои азотки. Ну, кажется, у меня классический условие то, что есть азотцы, почему бы и нет. Как-то же надо вычеркивать себя, и ты как-то виноватся, как хочешь. Ну, если бы я не знаю, что надо, и у нас где-то спрашивают, и делать науку интересных, и, чтобы они им платят. Я бы не вычеркиваю, если бы я не хочу, чтобы я не хочу. Чтобы, наверное, не было консенсиво образования, и вы меня не с собой виноват, и, значит, и виноват, и виноват, и виноват, и виноват, и виноват. Итак, как мы видим, 80% респондентов дали положительный ответ на вопрос, есть ли коррупция в ВУЗах. Некоторые из запрашивающих нами молодых людей высказали свое мнение по поводу методов борьбы с коррупцией. Причины возникновения коррупции в сфере образования условно можно разделить на три группы. Первая – это объективные. К ним относятся низкий уровень заработной платы преподавателей, ограниченное количество мест на бюджетную форму обучения, в особенности на престижные специальности и в рейтинговых ВУЗах страны. Несовершенство законодательства, направленного на предотвращение и противодействие коррупции. Вторая группа – это субъективные. К ним относятся разочарование и апатия со стороны преподавателей к учебному процессу, который является усложненным в соответствии с требованиями баллонской системы. Отсутствие уважения к преподавательской работе со стороны студентов. Умалчивание студентами фактов дачи и вымогательства денежного или другого материального вознаграждения. И третья группа – это объективно-субъективные причины, к которым нужно отнести недостаточные правовые и социальные гарантии защиты преподавательского состава. Можно выделить следующие пути борьбы с коррупцией в сфере образования. Во-первых, это повышение ценности образования и качества обучения. Это, в свою очередь, отразится не только на коррупционной составляющей, а и существенно повысит уровень выпускников учебных заведений. Следующим инструментом является движение общественных организаций, так называемое общественное противостояние. Оно должно включать в себя постоянный мониторинг образовательного процесса профильными общественными организациями и побуждение и студентов, и преподавателей к активной позиции борьбы с коррупцией в вузах. Следующим пунктом можно выделить улучшение качества социальной защиты преподавателей. Далее нужно отметить, что средства борьбы с коррупцией на уровне системы образования есть модификация системы государственного заказа для приведения ее в соответствии с рынком, оптимизация количества вузов путем пересмотра критериев лицензирования и аккредитации. С каждым годом в сознании граждан все сильнее укрепляется представление о том, что коррупция является нормой поведения. Сегодняшнее несовершенство системы образования является одной из самых главных проблем. Поэтому оно крайне негативно сказывается на таких активных слоях населения, как студенчество и интеллектуальная элита. Поэтому привлечение общественного внимания к этой теме имеет первоочередное значение. На данный момент руководители именно Киевской организации «Сведоми» направили письмо в Министерство образования и науки с просьбой посодействовать проведению обучающих лекций по антикоррупционному законодательству непосредственно среди студентов вуза. Планируются такие лекции на январь и февраль 2016 года. Вузы, перечень вузов, в которых будут проводиться лекции, будут уже известны немножко позже. Мы считаем, что для борьбы с коррупцией в сфере образования необходимо проводить разъяснительную работу среди студентов. В первую очередь каждый из них должен знать о своих правах и о том, как их защитить. К сожалению, большинство вузов такую работу со студентами не проводят. Также мы хотим на своих лекциях донести до молодых людей то, что ситуация в этой сфере не изменится до тех пор, пока они сами не будут сознательно относиться к своему образованию и перестанут своим поведением провоцировать преподавателей требовать так называемую благодарность за положительные оценки. Вот письмо, которое было направлено в Министерство образования и науки Организации Сведомия. Ну и мы надеемся, что в скором времени Министерство образования даст свой ответ, мы определимся с вузами и тогда уже предоставим более подробную информацию о проведенных лекциях. Спасибо. Ну вот, глобально у нас в планах непосредственно расширение как одного из видов деятельности. Ранее у нас было три направления. Это связано непосредственно с горсоветом. И как одно из направлений, это непосредственно уже работа со студентами. как один из видов также общественной деятельности нашей. Вообще вот вы много общаетесь со студентами. Вы видите, какая их реакция на процессы в стране, особенно касательно коррупции, реформ? Поменялось ли отношение, скажем, относительно на летние датусы? Ну, проблема в том, что половина студентов абсолютно не понимает понятия, что такое коррупция. И они считают то, что они платят за определенные экзамены, либо за определенные решения вопросов. Это абсолютно нормально, потому что по-другому нельзя. Они уже так привыкли. И когда им задаешь вопрос о том, знаешь ли ты свои права, в принципе, хоть какие-то, как студента, они отвечают, что нет. И с ними работы никакие не проводятся в вузах. Хотя, насколько мы знаем, что согласно стратегии, которая была подписана нашим президентом, антикоррупционной стратегии, проведение таких мероприятий в вузах должно быть. Но на данный момент пока у нас в городе, по крайней мере, это пока еще не актуально. Ну, это же обоюдный процесс. То есть у нас же огромное количество студентов, которые вузы, да, и не хотят учиться. И для них это очень неприемлемо, и для них это не сполочено. Не хотят учиться, да. Но и... И заставить их тоже не заставят. Поэтому вот ученики я не понимала, как найти. Ну, им же нужно тоже рассказать о том, что учиться все-таки лучше, чем платить деньги, а то всю жизнь потом деньги будешь платить. Ну, в садике. Вот у нас в неделе были студенты, они рассказывали о тренингах, посвященных минимум заполнять грантовые заявки, да, и они рассказывали об антикоррупционных, вопросы, которые принимаются в их сообществе. И мы в том числе говорили о том, что нужно не просто рассказывать о коррупции, а, видимо, даже с АЗОВ начинать о том, как вообще создавать условия для... Ну, скажем, информировать о том, как писать заявки, как вообще участвовать в общественной жизни, что там профсоюзы пассивно себя ведут. Как вы видите, вот, в данном случае, решение этих вопросов? Ну, нами будет подготовлено... У нас будет немножко абсолютно другой формат. Лекция будет проходить, у нас будет презентация подготовлена, и там будет разбито по пунктам, каким образом студенты и вот общественность, как бы, может влиять на какие-то определенные факторы. Непосредственно в сфере образования и касающейся коррупции. И я думаю, что все-таки мы с ними найдем какой-то общий язык. Ну, конечно, не со всеми. Это будет по желанию, никаких принудительных. То есть, либо они хотят приходить, либо они хотят. Активные. Мы надеемся все-таки на активную позицию студента, активиста. Как реакция по грузам? Вы можете сказать, что это какой-то более активный, какой-то линия активный? Да, мы уже общались с представителями ХПИ и Железнодорожного университета. Так вот, Железнодорожный университет очень активный. Там преподаватели интересуются данным вопросом, они интересуются изменениями в законодательстве, их интересует, вплоть даже до того, как заполнять правильные декларации, вот, чтобы все было в согласии с законом. Их это интересует. А в остальных, в юрокадемии, ну, как-то нейтрально отнеслись. Вуз, который, по идее, и должен выпускать. Конечно. Ну, я надеюсь, все-таки, что они так нейтрально отнеслись, только потому, что все-таки у них степень образования довольно высокая, как бы студенты сами с первого курса обучаются законам и непосредственно в антикоррупционной направляющей тоже. Ну, мы, опять же, с ребятами говорили о разных способах решения этой проблемы, да, как бы коррупции вообще. И речь, в том числе, заходила в государственную информативу, а не государство, а ведь тоже заинтересованно в том, чтобы эта проблема исчезла. Какие вы видите механизмы, которые могло бы государство применять в отношении самого же себя? И вообще, в принципе, может быть, в ситуации, когда структура саморегулируется? Ну, то есть, вы имеете в виду, каким образом государство может повлиять на сферу образования, так, чтобы своего рода хотя бы попытаться искоренить данный фактор из вузов, правильно? Ну, в первую очередь, ну, как я считаю, должна быть заинтересованность самих студентов в своем обучении и, как бы, в дальнейшем будущем, чтобы были какие-то перспективы. Для этого у нас существуют гранты, то есть, государство должно все-таки выделять определенное финансирование для того, чтобы студент знал, что он учится не просто так. Если он чего-то добьется, значит, ему дадут грант, и у него будет определенный старт для продвижения и карьерного роста дальнейшего. Ну, у нас это очень неразвито, у нас больше меценаты, инвесторы, европейские какие-то структуры, а вот в этом, конечно, плане государство у нас немножечко пасует. Вот если бы больше грантов выделялось, я думаю, что все-таки у студентов была бы заинтересованность. Плюс то, что уменьшили количество бюджетных мест, тоже, конечно, способствует развитию коррупции. Я думаю, все-таки нужно давать образованным и людям, у которых есть какое-то определенное стремление к обучению, шанс все-таки получить образование выше, потому что, как мы знаем, что не у всех есть деньги и могут себе позволить обучение престижных вузов. А вот допуск студентов в государственные учреждения вообще на каком уровне находится сейчас? Ну, допустим, учатся студенты в Академии при администрации президента, да? Они же должны практику проходить, видеть, что происходит, что с этим происходит. Вы знаете вообще? Как взаимодействуют госструктуры, допустим, городские, всеукраинские с... Ну, почему? Взаимодействуют в зависимости от специализации. Ну, даже когда вот я была студенткой, я проходила практику и в суде, и в прокуратуре. Ну, с этим проблем нету, допускают. Ну, конечно, допускают. Я бы не сказала, что всецело, потому что все-таки есть и коммерческая, и тайная, и финансовая. Но для изучения основных каких-то аспектов работы госструктуры допускают. Допускают. Просто не все хотят. В администрацию президента не могу попасть? А в администрацию президента это вряд ли. В Академии при президенте Украины. Там учатся студенты. У меня логические возникают мысли. Мне хотелось бы понять, как работает президент, в аппарате которого я, наверное, буду завтра работать. Да, но для того, чтобы попасть непосредственно в аппарат президента, нужно пройти еще очень-очень много госструктур, потому что она же как пирамида, соответственно, допускают на низшие уровни госструктур. И уже постепенно, получая практику с одного, переходя на другой уровень, можно попасть. Ну, конечно, это не будет, когда студент обучается в самом вузе. Но возможно. Ну, как Вы думаете, в этой связи какую роль децентрализация может сыграть в улучшении ситуации со взятками и с уменьшением этой проблемы? Ну, вот, например, высказываешь предположение о том, что, может быть, могут, как в Грузии, аппараты государственные попасть в другие города, допустим, в парламент, перенести в Днепропетровск, а кабинет министров в Мукачево. Как Вы тут сказали? Географию хорошо изучат. Географию хорошо изучат. Да, но, в принципе, это действительно может повлиять на решение про каждую парламенту. Я почему-то так не думаю, что это так сильно повлияет. Единственное, что создаст какие-то определенные проблемы, потому что все-таки в сознаниях уже все прекрасно знают о том, что у нас Киев – это столица, и в столице находятся абсолютно все органы, самые главные органы власти. Там и кабинет министра, и Верховная Рада, и аппарат президента, и сам президент, и все основные находятся в Киеве. Если все это разбросать, то, как бы, люди, пока они поймут, что к чему, и в своей голове сложат эти все пазлы, ну, пройдет немало времени. Ну, а потом, конечно, почему бы нет? Все возможно в этом мире. Спасибо, если ничего. Спасибо вам большое, удачи, и в следующем году будем надеяться, что ситуация улучшена. Спасибо. 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 Спасибо.